привет всем ребятки на моем канале приветствую всех вас сегодня хочу еще такое записать дополнительное видео к тому что записывал то что я не сказал значит всю достоверную информацию хочу как бы так сказать из первых уст вам рассказать что сейчас творится в польше значит что по поводу работы по поводу работы очень большая лажа сейчас в том плане что все ужонды закрыты все государственные структуры закрыты работают только по почте и допустим я вот сейчас жду освещение мало того что она делается 5-7 дней рабочих так еще координатор сказала что они еще если раньше они ехали за освещением в ужонт его забирать как бы в течение дня можно сказать что вот им сообщили что освещение готово они поехали в этот же день забрали сейчас она мне позвонила сегодня и сказала что мало того что она будет делаться 5-7 дней так она еще и будет отправляться по почте а по почте сами понимаете это еще 3 а может даже и 5 дней ну кто его знать я не знаю как по городу тут она быстро это все внутри дня точно то есть в итоге получается где-то 10 7 10 рабочих дней даже не рабочих а можно сказать ну вообще-то да рабочих потому что они почта тоже работает только по будним дням они по выходным то есть сами понимаете да если вы приехали по безвизу как я и делаете ждете освещение то рассчитывайте минимум на 10 дней то есть 10 дней вам нужно где-то жить ну хорошо что нам хоть дают бесплатно бесплатный хостел в котором можно жить но это конечно бомжатник ужасный грязно все раздолбанно разбито и ничего не работает одна лампочка несчастная тускла ну слава богу батарея греет кровати есть постельного конечно нет свое нужно туалет разбитый раздолбанный душевая кабина тоже все убитая кухня грязная вся раздолбанная одна странная сковородка это тоже можно свое иметь и вот представьте как бы я вот приехал да я взял с собой один казанчик маленький тарелку ложку вилку нож все и не пожарить не сварить как бы я смогу сварить кашу но пожарить уже не могу потому что нет сковородки нужно покупать что-нибудь такое но я еще хорошо что взял чашку так у чаю можно там попить но опять же воду заварить не в чем то есть в казане приходится воду варить нагревать короче есть свои нюансы это первый момент второй момент что творится сейчас польше это закрыты все магазины кроме продуктовых лидл бедронка ашан жабка и конечно пару таких сетевых маленьких продуктовых магазинчиков которые находятся именно в локальных местах вот я сегодня гулял в сопоте и шел там например через девяти девятиэтажки пятиэтажки то есть такие локальные мешка не где живут поляки и были магазинчики местные и они все были открыты то есть продуктовые именно открыты и довольно таки большой ассортиментом все есть абсолютно полки не пустые и цены приемлемые все все нормально в этом плане но все остальные магазины частные все закрыты и написано с 10 марта до отмены все закрыты росман это магазин косметики знаменитый по всей польше открыт но вход только по два человека аптеки тоже все открыты но вход только по два человека потом что еще все государственные структуры садики школы институты музеи все закрыты все закрыто полностью зайти никак нельзя потом что еще местный транспорт трамваи троллей трамваи автобусы все работают но их во первых сократили то есть они работают сейчас так как по выходным это я сейчас говорю про гданский не знаю остальные города но я говорю про гданс они ходят все но билет у водителя вы уже не купите как раньше 10 числа отменили и можно купить только нас билетоматах или на переходах или на станциях жд вокзалов потом что еще так народу по улицам ходит намного меньше конечно его и так было мало принципе в польше когда у тебя приехал еще неделю назад чем как бы было побольше народу сейчас его вообще мало ходит воскресенье вообще никого я не видел три человека туристы такие люди ходили в будние дни как выходило несколько человек ну вот и все принципе вся такая информация на данный момент что я знаю все и вам рассказал с проблемы с работой офигенные сейчас очень мало берут людей вот знакомые ждет уже он первого числа заехал по освещению но не может никак попасть на работу потому что приехал освещение на руках все нормально но хозяин работы той куда он ехал на стройку отказался сказал мне не нужны люди по каким-то причинам не знаю по своим сейчас кстати стройки забыл еще сказать тоже многие стройки закрыты идешь погданскую стройки они никто не работает вообще только я видел одном месте тротуар делали плитку тротуар на выкладывали на дорожках он короче 10 дней уже ждет не две недели с первого марта он уже вот больше двух недель не работает нигде то есть по первому освещению он приехал работы нету до свидания нашел другую работу через то агентство которое я сейчас жду тоже мы с ним вместе и ждем и он освещение уже ждет больше восьми дней вот его еще нету то же самое в освещении нету еще по почте она должна прийти и он уже как бы взял с собой там некоторые деньги уже говорит почти все на исходе он их потратил и что делать и в украину не вернешься потому что карантин сейчас те кто приезжает в украину 14 дней карантина у нас молдову точно также приезжаешь 14 дней карна карантин тебя поэтому сейчас даже в молдову не вернее домой и на украину молдову неважно куда не уедешь потому что там нужно нужен карантин ты будешь как придурок сидеть в какой-то поликлинике или больнице 14 дней тебя будут пытать там и здесь тоже оставаться как бы деваться некуда уже работают и работаю на работу пойти не можешь даже на черную я вот дал объявление еще сейчас хотя бы на черную хоть какие-то деньги заработать никто не отвечает нету работы потому что все закрыто даже пойти банально в ресторанку это в кафе там помыть посуду дай заработать 100 злотых своих нету все закрыто не работают ни рестораны не бары не ничего и дальше не знаю что будет что будет но деваться нам некуда будем ждать потому что надо ждать будет уже я думаю что пройдет даже десять дней две недели еще подожду и возможно все будет нормально если опять же меня нас этой работы опять же не кинут и не выгонят и не скажут что ты нам больше не нужны и еще есть такая засада что время то идет я уже неделю здесь и если еще две ждать это уже будет три недели то есть без виза у меня останется две нити два месяца и неделя меньше недели и получается что уже никто даже если с этой работой не получится на другую уже уже никто не возьмет мы все хотят по полному без визу тебя затрудничать а тут получается что у тебя уже остается два месяца то есть по-любому ничего не может не получиться и придется поехать домой но я надеюсь конечно что с этой работой все получится и все будет нормально и завод понравится и все понравится конечно и жить просто деваться некуда нужно и либо тут оставаться и работать дальше либо уже все просто собираем манатки ей там ну я в принципе особо не тешил себя надеждами что прямо у все сто процентов получится где-то 50 на 50 я так и знал плюс еще этот коронавирус добавился а это еще одна жопа потому что сами понимаете все вышеперечисленное что я и перечислил что закрывается все и и работы нет и ничего нет поэтому такие вот последние известия из польши поэтому всем не советую ехать сейчас все кто планировал не советую подождите еще две-три недельки это пройдет я даю гарантию стопроцентную потому что я помню очень хорошо у меня память хорошая так точно также было со свиным грипп гриппом и с птичьим такой же бардак на таможнях на границах на всех всех все точно так же было это все сейчас спадет пройдет и постепенно она будет сходить на нет и через максимум через месяц максимум все это заглохнет и забудется поверьте мне и потом со спокойной душой уже спокойно можете приехать потому что сейчас на таможнях творится бардак украинские таможни закрыли и для того чтобы переехать там три таможни оставили завтра западной украине три таможни всего лишь и там такие очередюги сейчас ужасно там и так были очереди по 9-10 часов люди ждали а сейчас вообще просто невыносимой очереди поэтому не советую сейчас никуда ехать не из польши кто в польше бежать домой не из украины или из молдовы ехать в польшу пока переждите этот гребаный вирус переждите пусть он пройдет потому что я вот говорю вам сейчас попал такую ситуацию что просто надо ждать по сути уже можно уже если не коронавирус я бы уже сегодня вышел первый день на работу так что вот такие дела ребятки пишите комментарии что вы думаете по этому поводу а я буду держать вас всегда в актуальных новостях самых новых самых из польши напрямую пока всем счастлива держитесь чем айчише так же как и я чао